Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую из Канады и сегодня так полюбившиеся многим из вас видео о моих находках украшений, винтажных и не очень, в наших секонд-хендах. Специально показываю вот начало такой кучи, потому что мне написали, что когда я раскладываю украшения и показываю их перед тем, как подробно начинаю рассказывать о каждом из них, то теряется такой эффект сюрприза, что ли. Поэтому я вот так вот их сложила в кучку и показываю вам не подробно, а вот так вот немножко прикрываю. Все, убираю коробочку и давайте будем рассматривать по очереди все украшения, которые я сегодня для вас приготовила. Надеюсь, что вам понравится, что вам будет интересно. Все, давайте начнем. Я начну с самого, наверное, я как всегда, как правило, начинаю с не самых ценных и не очень винтажных украшений, а с таких, ну скажем так, более современных и менее ценных. Что-то у меня плохой свет сегодня, да? Как-то мне плохо видно. Наверное, надо прибавить освещение. Сейчас, подождите. Вот так получше будет, правда? Это такой кулон. Я нашла его. У меня даже вот нет цены на него, потому что я его уже носила, на самом деле. И понравился он мне своей такой нарядностью. И, ну, вы понимаете, почему, да? Я люблю большие такие украшения, яркие. Посмотрите, здесь есть четыре камушка. Я сначала думала, что у него вот здесь вот не хватает камушка. Но потом я поняла, что это просто здесь черный камень. Здесь, видите, есть голубой, сиреневый, зеленый. Опять темно как-то. И здесь вот черный. Просто он менее выпуклый, но он есть. Такое интересное, знаете, украшение. Маленькие вот такие вот белые. Даже не белые, они такие цвета... молочного цвета бусины. Но мне кажется, что они стеклянные. Не знаю, не уверена. И вот много-много-много таких мелких камушков. Здесь тоже в центре черный камень. Задняя часть сделана вот так вот металлом. Металл. И вот здесь вот она сделана кулоном. И вот такие просто бусы без застежки. Очень прикольное украшение. Очень много к чему подходит. Просто красивое. И такой, знаете, очень спаркл, как это по-английски называется. То есть много-много блестит сильно. Потому что здесь, видите, в центре вот такие вот черные. Оно усыпано, усыпано таким черным... Это же не знаю, что это. Камушки, кристаллики. Да, кристаллики, которые очень красиво переливаются. Вот такое украшение номер один. Следующее украшение тоже современное. Безусловно. Ну, мне так кажется, ничто не выдает в нем этажности. Никакой обыкновенный замочек. Тоже купила просто потому, что оно мне понравилось. Посмотрите, какое классное, необычное. Оно стоило недешево. 7,99. Видите, 8 долларов. Нарядное, безусловно. Белые кристаллы, переливающиеся. И вот такая вот... Весюльки такие, знаете, металлические. Красиво, правда? И вот так вот сделано оно все по шейке. Длинительная цепочка. Давайте отрежем целую, чтобы она нам не мешала. Никаких маркировок, никаких опознавательных знаков. Думаю, что, конечно, оно современное. Вот так вот оно выглядит. Я вам примерю, конечно, его, чтобы вы понимали. Вот так. Это такой типа чокер по шее. И вниз свисают вот такие вот металлические. Металлические, смешные, забавные цепочки. Красиво. Очень эффектно выглядит на шее. Прям очень нарядные и красивые. Дальше, смотрите, вот такие клипсы. Я тоже не знаю, по поводу их винтажности или нет. Мне кажется, что они винтажные. Просто, во-первых, потому что это клипсы. Клипсы, как правило, бывают винтажные. Ну, современные тоже бывают, но реже. Все-таки клипсы делали раньше больше, чем серьги. Как ни странно, вот это меня тоже удивляет этот момент. Так, сколько они стоили? 6 долларов. Посмотрите, задняя и обратная сторона. Видно, что их носили. Хотя вот эта вот подушечка совершенно новенькая. Может быть, это, видите, отпечаток от этой подушки. Никаких маркировочек нет. А хотелось бы, хотелось. Я ожидала, потому что они очень необычные. Такие интересные, крупные, яркие, цветные, очень летние и очень классные. Мне они очень нравятся. Два таких треугольника и разноцветные камушки. Оранжевый, зеленый, желтый, такой сиреневый. Я думаю, что это пластик. И красивое обрамление каждого камушка. Вот такие интересные клипсы. Не знаю, винтаж или нет, но, безусловно, очень симпатичные. Очень в моем вкусе. Я люблю такую. Следующие у нас тоже идут клипсы. Стоили, видите, 5 долларов. Знаете, они такие оригинальные. И я не пойму, что вот это вот за элемент. И вообще, такой странный дизайн я редко такой встречала. Так, давайте их рассматривать. Видите, по заклепке, судя, это винтажные клипсы. Я думаю, что винтажные. Здесь вот можно понять... Давайте я возьму стучалку. Ой, где моя стучалка? Так, у нас все время на улице какой-то шум. То машина проедет, то соседи что-то пилят, режут. Слышите, сейчас что-то тоже. Нет покоя. Мне кажется, это типа керамики что-то. Как вы думаете? Вот тут с обратной стороны видно, что это вроде похоже на что-то типа керамическое. Ну, в общем, интересные. Похоже даже и снаружи, и внутри похоже на керамику. Тоже маркировок никаких я не нашла. Но клипсы, безусловно, очень интересны необычностью своей. Своим материалом, фасоном, дизайном. Посмотрите, какая красивая здесь вот это вот обрамление. И очень интересно сделаны лапки, которые держат, собственно, вот эту вот бусину. Я даже не знаю, как это назвать. Вот этот керамический элемент. Вот такие вот интересные красивые лапки. Красивые и необычные. Похоже на серебро, но, наверное, это не серебро, потому что нет никаких маркировок. Видите, видно, что они такие не новые. Ну и заклепка, опять же, это говорит о возрасте. Вот такие интересные, интересные очень клипсы. Так, теперь у нас пошла куча, куча целой сереброшей. Это первая у нас. Стоила она 5 долларов. Знаете, не затейливая, но я люблю такие броши. Я уже говорила, что я люблю броши. Я люблю всякие, но самые носибельные у меня броши – это броши просто металлические, без украшений, без камней, без каких-то стразов. Так, давайте смотреть. Здесь есть какая-то маркировка. Основная маркировка вот такая. Сейчас приблизим. AFN или вот AN, и по сведению какая-то такая палочка, как будто бы. Интересная маркировка, никогда такое не встречала. Обратная сторона, видите, довольно так интересно сделана, брошировка такая. И сама брошь металлическая, блестящая, гладкая, такой, знаете, классической формы. Много есть такого типа брошей. Но вот маркировку эту я не встречала, не знаю, что это такое. Тоже за возраст казатрудно. Мне кажется, что это, конечно, где-то может быть 70-е. Вот, судя по дизайну и по тому, как она выглядит. Вот такая вот в прекрасном состоянии. Незатейливая, но очень эффектная же тоже брошь. Следующая брошечка стоила мне, видите, 6 долларов. Довольно, скорее всего, что современная, но мне она понравилась своим, знаете, тоже с одной стороны вроде бы незатейливый дизайн, а с другой стороны что-то в этом есть. Во-первых, такая, знаете, кривая форма сердца и битый металл. Вроде бы просто сердечко, а вроде бы и не просто сердечко. Тоже большая брошь, очень эффектная, красиво смотрится на лацками жакета. Такая, знаете, сердце необычное. Оно, во-первых, само по себе неровной формы. Здесь еще с таким узелком. В общем, узелок на память о любви, так скажем. Обратная сторона тоже имеет брошировку. Вот такой вот точечками. И никаких маркировок нету, нету. Вот такая длинная большая игла. Довольно плотная, такая толстая. Не нашла ничего, не знаю ни возраст, но вполне, может быть, и к 70-м относится она. Эта брошь. Или к 80-м. Может быть, и не такая уж она и современная. Следующая брошечка маленькая, симпатичная, хорошенькая, с жемчужинкой. Напоминает мне, видите, как будто бы сюжет, коралл с жемчужиной. Стоила всего ничего, 4 доллара. Я вот не помню, была ли на ней какая-то маркировка. Мне кажется, нет. Но мне кажется, что она винтажная. Потому что... Потому что... Потому что... Потому что... Не знаю, почему так мне кажется. Может быть, вот эта вот застежка. Может быть... Видите, такая застежка. Они тоже бывают винтажные броши. Вот с такой вот... Не помню точно, как она называется. Но вот эта вот застежка. Вот такая вот палочка с такой перепонкой. С таким вот креплением. Брошечка малюсенькая. Но очень очаровательная. Прекрасное состояние. Прекрасно сохранилось. Жемчужина закреплена вот в таких вот лапках. Мне даже казалось в какой-то момент, что это жемчужина настоящая. Но не знаю. Я вот... Это уж точно. Я не специалист. Хотя вот нет. Суть по всему. Видите, здесь видны следы какой-то типа повреждений. Так что вряд ли. Вот такая вот малютка. Но как добавок какой-то другой броши, возможно. А может быть, как и одна брошь. Просто маленькая брошечка. Малозаметная. Но вполне имеет место быть как прекрасное украшение. Так, еще одна брошь жемчужины. Может быть, их можно было бы носить вместе. Ну, вы знаете, немножко цвет металла другой. По стилю они разные. Только кроме жемчужины их больше ничего не объединяет. Стоило немало. 8 долларов. Почему я ее купила, не помню. По-моему, маркировок нет у нее. Но я все-таки решилась ее купить. Потому что мне она понравилась. И мне показалось, что она винтажная. Да, видите, маркировочек никаких не имеется. Не знаю. Мне кажется, она винтажная. Не знаю. Просто она мне понравилась своей формой. И тем, что мне кажется, что ее можно носить как брошь и как кулон. Вот в этот элемент вполне можно продеть какую-то цепочку или какой-то шнурок кожаный, как чокер. И будет вот такой вот кулончик. Брошь хорошего качества. Хорошо сделана. И вот так вот она выглядит в полном размере. Очень симпатичная брошь. Красивые листики. Маленькая-малюсенькая жемчужинка. Красивая брошировка. Ничего особенного, но брошь достойна внимания, мне кажется. Очень симпатичная и тоже эффектно. Симпатичная выглядит. Теперь у меня две вот такие малюсенькие брошечки. Брошь игла. Я зашла в один из магазинов наших и увидела. Там было очень много. Прямо очень много этих брошь. Брошь игл. Видимо, у кого-то была коллекция и кто-то сдал их. И я купила две, потому что все остальные тоже были симпатичные. Но, не знаю, обычные такие. Современные, скорее всего. И я подумала, что ничего у них особенного нет. А вот эти две мне показались достойными. Во-первых, эта брошь маркирована Avon. Стоила она 5 долларов. Брошь игла. Сделана под старинные брошь иглы. Такой викторианской эпохи. И с задней стороне есть маркировочка Avon. Видите? Надеюсь, что вам видно. Знаете, как будто бы драгоценная брошь с маленьким бриллиантиком. Ну, конечно, это просто кристаллик. У меня их нету. Очень мало этих брошей. Потому что я редко их нахожу в наших винтажных магазинах. В наших секондах, вернее. Но вот тут вот попались. Там было много-много. Были такие... Вот я жалею, что не купила. Была просто такая жемчужина и тоже брошь игла. Тоже довольно красивая. Ну, и остальные были просто какие-то керамические тут какие-то фигурки или что-то такое. Было впечатление, что кто-то именно коллекцию сдал. Но это очаровательная. Просто очаровательная брошь. И маркированная я решила ее купить. И вот эта брошь. Тем более, что она стоила 4 долларов. Это керамическая английская брошь. Есть много таких изделий. Есть брошь, есть клипсы. Здесь нету маркировки. Но вот у меня есть похожая брошь. Есть маркировка England. И какое-то название я сейчас не стала искать. Но они не очень дорого ценятся на рынке. И еще, как правило, потому что они, как правило, не все имеют какие-то повреждения. Потому что это керамика. Вернее, тонкий фарфор. И, естественно, через много лет вот эти все листики обламываются. Потому что какие-то листочки не доходят до наших дней полностью. В полной своей красе. И полностью целости. Они, как правило, имеют какие-то повреждения. У меня тоже есть брошь. Видите, как-то здесь плохо. Плохо закреплено тут. Плохо спадает. Клупачок этот не очень хорошо держится. У меня есть такая похожая брошь. И тоже в ней есть какие-то листики обломанные. Они, как правило, абсолютно очаровательные. Тончайшая работа. Видите, вот фарфор очень красиво сделан. Сделаны эти цветочки. Как правило, это какие-то букетики. Такие цветочки в таком староанглийском стиле. Вот в данном варианте это три розочки и три лепестка. По-моему, она целенькая. По-моему, в ней нет никаких повреждений. Я так ее рассматривала усиленно. И ничего не нашла. Она очаровательная, конечно, брошь. Немножко такая наивная, старомодная. Но, вы знаете, я решила, что пусть она будет. Единственное, что видите, у меня как-то плохо держится. Вот эта штука, которая ее закрепляет. Не знаю. Может, надо с этим разобраться. Иначе можно будет это потерять. Еще одна брошь, по-моему, тоже винтажная. Видите, у меня сегодня на жемчуг. Улов жемчуга. 6 долларов она стоила. И давайте ее отстегнем от этого. Брошь, конечно, очень старенькая. Видите, такая довольно кривая здесь застежка. Маркировок никаких нет. Ну, вы знаете, что вот очень старые брошьи не имели маркировок. Я бы даже предположила, что она какая-то антикварная, мне кажется. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Иголка крепкая, такая толстая. Как они ее так скривили, я не знаю. Ну, давайте просматриваем ее с этой стороны. Камушки все на месте, кристаллики. Жемчужинка на месте. В довольно хорошем состоянии. Я не знаю, может быть, это просто... Может быть, она сделана под антикварную брошь. Возможно, что это где-то 60-е года, 50-е, 60-е. Но делали ее под антикварную брошь 20-х, например, годов. Потому что она, вот знаете, прямо такая классическая форма и дизайн броши тех времен. Обычно такие закалывались под воротничок. Но мне она показалась очень достойной и интересной. Во-первых, потому что она в прекрасном состоянии. Во-вторых, потому что, возможно, это антикварная брошь. Хотя вряд ли, конечно. Но если нет, то она, по-видимому, скорее всего, винтажная. Трудно сказать по обратной стороне. У меня просто иголка вот такая прикривленная. При этом, знаете, есть иголки тоненькие. Понятно, что они скривились. А это прямо крепкая такая толстая игла. Ее так вот просто руками не скривишь. Я не знаю, как они умудрились. Кто-то на нее сел, наверное. Вот. Но брошь, безусловно, красивая. Именно вот такая вот под старину, под винтаж. Брошь. И это, безусловно, всегда ценно и прекрасно. Вот такая вот брошь. Даже не знаю, что вам сказать. Я, конечно, рассчитывала, что это что-то более, так скажем, ценное. Я не нашла маркировку, но я думала, что по картинке, возможно, я найду, что это за брошь. Потому что она производит впечатление какой-то очень необычной и очень непростой броши. 8 долларов она стоила. Маркировок никаких нет. И я не нашла ничего. Вернее, я нашла ее в продаже в одном месте. Хотели за нее дорого. Просили за нее довольно дорого. Видите, никаких маркировок, никаких обозначений. И вот такая вот шикарная. Посмотрите, как она великолепно сделана. Она настолько деталирована и настолько интересно сделана. Я даже вот положу ее на свою коробочку, которой я не очень-то и пользуюсь. Хотя заявила о ней в прошлом своем видео. Просто я хочу, чтобы вы очень близко ее рассмотрели и посмотрели, какая она интересная и необычная брошь. Это просто произведение искусства на москве. Что я нашла? Я нашла похожие броши, которые вот такие какие-то драконы или что-то такое. Которые были маркированы MMA. Это Метрополитен Музеем оф арт. Метрополитен Музей в Нью-Йорке. Я в нем бывала. Это музей просто необыкновенный. Там можно провести, наверное, месяц. Я не знаю. Я приходила туда на целый день. Я несколько раз. Я, наверное, даже десятую часть того, что есть в этом музее, не охватила. Но чем интересны вещи с такой маркировкой? В музее существует магазин. Магазин просто великолепный. Вы понимаете, что после музея я зависала в этом магазине тоже надолго. И в этом магазине представлены вещи. Допустим, в музее есть, допустим, древнегреческий зал. И там представлены скульптуры, вещи быта, обиход и, например, украшения. И вот в музее сделаны копии, очень похожие на современный немножко манер этих украшений. Или египетские, или древнегреческие, древнеримские. Какие хотите. И вот украшения и какие-то элементы похожих экспонатов сделаны в украшениях и продаются в этом музее. Это просто необыкновенно как интересно. То есть вы можете посмотреть на какое-нибудь кольцо Клеопатры, к примеру. Ну да, я говорю, в музее. Потом прийти и купить очень похожее, очень похожее на него кольцо. За немалые деньги, я должна сказать, что там довольно все дорого стоит. Но вот это прикольно. И там действительно продаются специально для этого музея маркированные MMA вещи, которые являются как бы копиями экспонатов или какими-то вещами, которые похожи на экспонаты музея. Не только украшения, например, там скульптур каких-то. И будет брошь в виде этой скульптуры. Ну, в общем, вот такого типа. Я не удивлюсь, если эта вещь оттуда. Но на ней нет маркировки. Что меня немножко как бы приводит к недоумению. Но она настолько красиво, хорошо сделана, что я не удивлюсь, если эта именно вещь вот продавалась в Метрополитен музее Муфа-Арт в Нью-Йорке. Потому что я видела то, что там продается. И вот такие вот штуки-дрюки там, конечно, вполне. Я вполне эту брошь вижу там продающуюся. Ну и последнее наше украшение. Великолепное колье. Но, к сожалению, с потерями. Но я решила все равно его вам продемонстрировать и купить. Потому что я не могла его оставить. Стоило оно 6 долларов. В принципе, это немного. Но, учитывая то, что оно с потерями, конечно, жалко-жалко. И очень трудно будет, наверное, его восстановить. Потому что формы кристаллов и цвет потерянных кристаллов очень редкий. И его будет очень трудно найти. Вот, например, вот такой кристалл. Видите, вот здесь. Кристаллик потерян один. Еще где-то был. Ай, вот, нет-нет, здесь есть. Вот один кристалл вот такой вот, каплевидный, который практически, не знаю, если мне удастся найти. А, вот здесь вот маленький круглый кристалл потерян. И все, может быть, еще парочку круглых кристаллов, которые не небольшая проблема найти. Но проблема, конечно, вот такой вот, каплевидный кристалл. Причем я даже не знаю, какого он должен быть цвета. Потому что, видите... Давайте я вам сначала расскажу, что это за изделие. Какой компанией. Думаю, маркировочка вот тут. Так, это жерели кора. Так, я кричу и ворчу, все никак не той стороной показываю. Боже, что же со мной такое? Что же со мной такое? Вот, кора. И видите, какая интересная, красивая, нарядная цепочка. Не менее красивая удлинительная цепочка. И внизу висит в цепочке на конце вот такой вот тоже кристаллик. Ой, ну что вам сказать? Конечно, боль. Конечно, боль. Конечно, жалко, где мой вот этот круглый кристаллик потерян. И вот здесь вот такой вот каплевидный. Я даже вот не пойму, какой здесь... Видимо, он вот такого цвета должен быть. Хотя, вы понимаете, они все здесь разные. То есть, нету какого-то паттерна, мне кажется, правда? Смотрите, здесь желтый, светло-зеленый, коричневый и потерянный. Потом светло-зеленый, коричневый. Снова желтый, зеленый, коричневый и такой светло-желтый. В общем, я не пойму, какой он был, какого цвета, наверное, вот такой зеленый. Правда же? Трудно сказать, потому что мне кажется, что нету... Видите, они... А, я поняла, они как-то сделаны зеркально. Видите, здесь светло-зеленый. Нет. Видите, вот здесь... Может быть, уже что-то переставляли здесь, потому что, видите, вот здесь вот светлый кристаллик. Вот эти два элемента похожи между собой. Следующий идет здесь коричневый, а здесь зеленый. Здесь коричневый, коричневый. В общем, я очень запуталась. Короче, я не знаю, чего здесь не хватает, какого цвета здесь не хватает. Но, в принципе, это делает, может быть, поиски подходящего кристалла даже более легким. Потому что, в принципе, если сюда поставить какой-то из кристаллов, например, если я найду вот такой вот зеленый, или я найду вот такого типа какой-то желтый, вот такой, например, вот такой желтый, то он, в принципе, будет выглядеть довольно органично. Потому что такое впечатление, что здесь нету какого-то паттерна и симметрии. Просто вот какой-то, если я найду камушек, то это не будет выглядеть диссонансом. Главное найти похожий. Вот, то есть, есть вот такие вот коричневые, желтый и вот такой вот зеленый. Какой-то из них мне нужно было бы найти, и я бы починила эту штуку. Ну, короче, украшение шикарнейшее. Просто очень красивое. Я вам больше того скажу, я даже сразу не поняла, что здесь не хватает кристалла. Настолько оно, как-то вот здесь вот такое впечатление, что просто вот здесь вот эти вот светло-желтые камушки, которые выглядят очень похоже на вот это вот отсутствие полное кристалл. Я вам больше того скажу, я думаю, что даже надену его на шею, то никто даже не заметит того, что... Большинство людей не заметит того, что кристаллика нет. Но, конечно, хочется найти его и починить. Посмотрите, я вам сейчас его разложу. Чтобы вы могли увидеть его во всей красе. Насколько это красиво. Великолепное нарядное жерелье. Маркированное. Редкая находка, я считаю. В прекрасном состоянии. Я даже не нашла ничего подобного, если честно. Я искала в интернете и ничего похожего я не нашла. Потому что, ну, просто оно великолепное. Просто такой красоты, что я даже, несмотря на потери, конечно, его решила приобрести. Тем более, стоил он там 6 долларов или что-то такое. Я подумала, что что-нибудь-то я придумаю. Хотя у меня целая куча есть украшений, которые требуют ремонта. И у меня никогда не доходят до них руки. У него настолько красивые зеленые вот эти камни, что они даже похожи на изумруды. Я думаю, что это, конечно, стеклышки. Да. Ну, в общем, вот такое вот шикарнейшее жерелье. Достойное вообще всяческих похвал. Шеи королевы, я считаю. Как вы думаете? Ну что ж, дорогие друзья. Вот такие у нас сегодня были находки. Вот такое видео, такие украшения. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что вам было интересно. Я надеюсь, что вы, если вы у меня впервые, то вы останетесь со мной на моем канале. На моем канале я показываю не только украшения. Я показываю примерки из магазинов, красивые аутфиты, обзоры магазинов. В общем, все, что мы, девочки, любим. А на сегодня все. Всех люблю, целую. С вами была Дита из Канады. Всем пока, бай!